Продолжаем серию увлекательных онлайн-стреч и знакомства с новинками литературы. Сегодня наш гость Галина Юзефович, один из самых авторитетных российских критиков. Получила образование филолога-классика в Российском государственном гуманитарном университете. Ее статьи выходили в итогах, в ведмостях, к эксперте. Вела программу «Книжная полка» на радиостанции «Маяк». Входила в состав жюри премии национальной бестселлер «ИНОС». С 2014 года работает книжным обозревателем издания «Медуза». Также читает курс по литературе в Высшей школе экономики и руководит мастерской литературной критики Creative Writing School. Галина Леонидовна, здравствуйте. Очень приятно видеть вас. Здравствуйте. И мне очень приятно вас видеть. Здравствуйте. Жалко, конечно, что наши встречи сейчас происходят не в московском Доме книги, а вот так вот онлайн. Но, тем не менее, я думаю, что она очень будет полезна всем читателям, тем более вы известный критик книжный. И вышла такая замечательная новинка от вас. «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг». Сегодня мы поговорим об этой великолепной новинке и ваших советах о том, что почитать. Первый вопрос. Как ваша самоизоляция прошла? Ну, я думаю, что не нужно врать, что она доставила мне много удовольствия. Честно сказать, я бы легко обошлась без этой самоизоляции, потому что, например, оказалось, что в самоизоляции мне гораздо сложнее читать. Потому что у меня чудесная, очень любимая семья, и я была счастлива проводить больше времени с ними. Но всё-таки чтение – это такой процесс, который требует немножко большей приватности. А когда ты всё время сидишь дома даже с собственными обожаемыми мужем и детьми, оказывается, что ты всё время как-то включён в коммуникацию. И просто читать мне, например, было гораздо сложнее. У меня изменился режим дня по результатам самоизоляции. Я стала вставать в 6 утра для того, чтобы успеть до того, как вся остальная семья проснётся, спокойно пару часов почитать в одиночестве без того, чтобы меня всё время дёргали, спрашивали, где что, что у нас на ужин. Вот это вот всё. Извините, это я пытаюсь расположиться так, чтобы мне солнце в глаза не светило. Кажется, мне это удалось. Ну, у вас замечательные посты в Инстаграм, такие милые, душевные. Вы проводили это время на даче, я так понимаю. Ну, нет, на самом деле мы недавно сюда переехали. И то, что значит переехали. Мы будем делить время между городом и дачей. Конечно, приятно, когда есть возможность как-то погулять по красивой местности и поплавать в водохранилище. Но если сейчас в городе начнётся хоть какая-то жизнь, то, я думаю, мы будем приезжать и аккуратно, по возможности, стараясь соблюдать все требования безопасности, ею пользоваться. Спасибо огромное за ответ, дорогие друзья. Я хочу напомнить вам о том, что будет здорово, если вы зададите вопросы в прямом эфире. Мы с удовольствием, я их зачитаю, а Галина Леонидовна ответит на них. И, кстати, друзья, за лучший подарок, замечательный, ой, за лучший, извините, пожалуйста, за лучший комментарий, за лучший вопрос, комментарий, мы подарим книгу, книгу от издательства АСТ. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы. А у меня первый вопрос. В своём предисловии к новой книге вы пишете, что сегодня победило торжество персонального вкуса в выборе читателей. Что это значит? Ну, это, коротко говоря, это значит, что все привычные нам, я даже думаю, ещё вашему поколению Иракии, они оказались как-то удивительно необязательны. Люди совершенно спокойно не читают то, что в моём поколении не читать считалось совершенно невозможным, очень стыдным. Я всегда сейчас с огромным удивлением читаю какие-то комментарии к произведениям, которые совершенно классические, абсолютно такие универсальные. Тем не менее, люди пишут. «Почитал я этого вашего идиота Достоевского?» «Да ну фигня переоценённая». Можно и не читать. То есть люди гораздо в большей степени полагаются на собственное суждение, чем на какое-то суждение людей, которых принято считать эксперты. В этом есть, конечно же, свои достоинства, потому что, например, теперь никто не может принудить человека читать то, что ему не нравится, только на том основании, что это принято читать, и что все цивиликультурные люди это читают. С другой стороны, конечно же, это приводит к проседанию общего стандарта. Люди перестают читать сложное, потому что их перестают к этому мотивировать. Раньше на тебя лежала эта чугунная плита. Пока ты Анну Каренину не прочитал от начала до конца, тебе должно быть стыдно. А теперь плита не лежит. Не хочешь читать Анну Каренину? А как же школьная программа? Ну, начнём с простого. Школьная программа очень маленькая, очень компактная. И, в принципе, для того, чтобы получить по литературе четвёрку, в большинстве школ можно обойтись прекрасным сайтом Брифли.ру, которым, по-моему, все школьники охотно пользуются. Я отстала. То есть можно ознакомиться в кратком перестазе, прочитать небольшой фрагмент и вроде как уже и но. Поэтому мне кажется, что вот в этом торжестве персонального вкуса, в этом уходе от каких-то культурных универсарий есть свои плюсы. А какие плюсы? Какие плюсы? Ну, я говорю, никто не может нас заставить больше читать то, что мы не хотим. Никто больше над нами не нависает с кнутом, и никто не принуждает нас как-то любить то, что нам на самом деле не нравится, или читать то, что нам не нравится. Это, безусловно, большая радость, то, что человек, не прочитавший Джойса, теперь может смело об этом совершить буквально каминг-аут и сказать, да, что-то не зашёл мне Улисс. А это, в принципе, в этом неплохо. Проблема в том, что, ну, действительно, это приводит к упрощению вкуса и к какому-то снижению требований к себе, как к читателю. А какие минусы? Вот, собственно, да, вот как я перечислила, то, что проседает читательское качество. Раньше действительно существовал социальный прессинг, существовали вот эти негласные, но, в общем, понятные списки того, что должен прочитать каждый культурный человек. Сейчас это всё отменили. И, соответственно, если человеку нравится читать 85 раз Дарью Донцову или, не знаю, перечитывать Гарри Поттера по циклу, то никто ему не скажет, что уже прекрати, хватит, пойди, почитай что-нибудь ещё. Простите, нам уже второй раз задают. Можно я? Да, давайте, конечно. Про библиотеку мы ответим отдельно, а про Айн Рэнд просто это короткий ответ. Я считаю, что Айн Рэнд как литература – это очень слабо, честно. Ну, по крайней мере, самый известный роман «Атлант расправил плечи». Источник, кстати, гораздо лучше, как литература. Но это, что называется, важный памятник политической и какой-то такой философской мысли. То есть мне кажется, что я этот роман очень не люблю, но я вообще человек скорее левых взглядов, чем правых, поэтому для меня он воплощает всё то, что для меня в обществе не очень приемлемо. Поэтому я его не люблю как читатель, я как критик, как филолог, я вижу в нём много слабостей, и в то же время я понимаю, что это очень влиятельное, очень важное произведение, оказавшее существенное воздействие на развитие общества. То есть, коротко говоря, это плохо, на мой взгляд, как литература, по крайней мере, неинтересно как литература. Но это, безусловно, очень важно и интересно как явление, лежащее где-то на пересечении литературы, искусства и общественной мысли. Благодарю за ответ. Вопрос, как привлекать читателей в провинциальную библиотеку? Ну, смотрите, я не библиотекарь, и в провинциальной библиотеке никогда не работаю. Но понятно, что тут многое зависит от того, где расположена эта провинциальная библиотека. Вот, например, в прошлом уже теперь году я была в герцинской библиотеке города Вятка. Ну, город Вятка, понятно, довольно крупный, культурный город с хорошим уровнем образования, с отличным театром, всё такое, но всё-таки это город провинциальный. Вот я должна сказать, что в этой самой Вятке, в герцинской библиотеке, работает книжный клуб «Зелёная лампа», в который в среднем, в среднем, повторюсь, приходит около ста человек на каждое его заседание. Когда приезжала я, туда пришло 250. И мне сказали, что это не то, чтобы прям рекорд, были спикеры, на которых приходило больше людей. То есть, в принципе, вот это вот клубное движение, мне кажется, создание внутри библиотеки какого-то сообщества, какого-то комьюнити, которое будет эту библиотеку питать чисто в каком-то таком культурном и духовном смысле, это очень продуктивная вещь. То есть люди в библиотеку идут не только и не столько за книгами, но ещё и за какой-то такой околокнижный, вокруг книжной коммуникации. И если библиотека предоставляет эту возможность, то мне кажется, что читатели туда пойдут. Вот опыт Герценки в «Вятке» очень хорошо это показывает. Спасибо большое. Дорогие друзья, задавайте вопросы. Вот, кстати, последний вопрос, видите, у нас пришёл. Можете? Сейчас, секундочку. Так, сейчас, одну секундочку. Что я думаю про Йоголя на Харай? Ну, смотрите, я считаю, что «Сапиенс» – книжка ужасно интересная. То есть она очень-очень яркая. У неё есть вот это очарование концептуальной простоты, когда у тебя вдруг автор берёт, завязает тебе пальцами вот эту область мозга, и всё, что у тебя там в причудливом хаосе находилось, оказывается внезапно чудесным способом упорядочено. И это, конечно, очень здорово и производит очень сильное впечатление. Но, как всякая очень концептуальная литература, «Сапиенс» – Харари обладает свойством очень многое упрощать. То есть для того, чтобы ответ на вопрос, почему человечество как биологический вид выиграло в гонке в вооружении у всех остальных биологических видов, для того, чтобы на этот очень сложный, на самом деле, очень-очень объёмный вопрос ответить просто и концептуально, Харари приходится немножко надавить на реальность Халенку, чтобы эта реальность не сопротивлялась. И, как следствие, его книга, она немножко жульническая. Не в смысле, что там много вранья, а в смысле, что там очень много упрощений и очень-очень много попыток спрямить сложные вещи для того, чтобы уехать их в простую, красивую концепцию. То есть мне кажется, что «Сапиенс» – замечательное чтение, если когда его читаешь, вот это иметь в виду. Что я всегда огорчаюсь, когда люди, прочитав «Сапиенс», приходят и говорят, вот эти историки, все эти специалисты там по тому и сему, что же они нам столько мозги-то пудрили? Когда вот он, ответ очень простой, в два абзаца формулируется. Чего столько времени они щёки надували и делали вид, что тут что-то сложное? Когда сложного ничего нет. На самом деле, сложное есть. История – сложно устроенный конструкт, не укладывающийся в очень такие простые, удобные концептуальные рамки, которые нам предлагает Харари. То есть главное не воспринимать его как инстингу в последней инстанции. А так, конечно, это ужасно интересно. Я это читала абсолютно с замиранием сердца, как такой классный фокус. Но если вам понравился Харари, конечно, вам нужно обязательно прочитать его учителя духовного и предшественника Джареда Даймонда и его блестящую совершенно книгу «Ружья, микробы и сталь», из которой Сапиенс Харари вырос. И это тоже абсолютно захватывающее интеллектуальное чтение, ровно с теми же достоинствами, с теми же недостатками. Так что я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Дорогие друзья, ну а мы сегодня презентуем новую книгу Галины Юзефович. Прикреплена в комментариях она, презентация книги «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг». Одно слово пропустила в комментарии, прошу прощения. Вот. Друзья, поэтому, пожалуйста, участвуйте. Сегодня у нас пройдет розыгрыш на лучший вопрос, и кому-то из вас достанется книга. Галина Юзефович «Подарок» от издательства АСТ. И также, конечно, если у вас возникло желание приобрести эту книгу, я думаю, что у всех возникло это желание, потому что, ну, на самом деле, у нас тут в эфире только те люди, кто любит читать. А эта книга просто как настольная энциклопедия, мне кажется. Очень компактная. Для энциклопедии все-таки маловато. А можете показать, вот если есть книга у вас? Вы знаете, у меня под рукой сейчас нету. Я на даче, у меня, к сожалению, нету. У меня мои авторские экземпляры, которые я, наконец, получила на этой неделе, они остались в городе, поэтому, к сожалению, у меня ее нет, но она стандартная. Ничего такого. Да, я хотела сказать, что о том, что книга ваша продается в интернет-магазине. У нас есть в сторис. Заходите, прям ссылочка своей по ТВ, приходите в интернет-магазин. Книга, кстати, достаточно доступная. С 15% скидкой у нас в интернет-магазине продается также в нашем магазине «Московский дом книги». Он открыт уже на Новом Арбате. Можете приходить туда, если вам удобно. Двигаемся дальше. У нас есть вопросы. Что вы сейчас читаете? Вот прямо сейчас я читаю, я не читаю, я слушаю детектив шведского писателя Надпо Дага 1794. Если кто-то, может быть, читал, пару лет назад выходил совершенно замечательный его детектив 1793, и он мне ужасно понравился. Я ждала продолжения. Продолжение вышло. Пока только в аудиоформате, я его пока что слушаю. Но обещают, что после не выйдет и бумажная книга. Громкостри тоже спрашивает про Айн Рэнд. Нет, не люблю Айн Рэнд. Уже ответил на этот вопрос, но считаю ее важным общественно-политическим явлением. А как литература, по-моему, такси. Так, у нас был прекрасный вопрос. Была ли какая-то книга, которую для вас открыли дети? Да, на самом деле такое было. Ой, извините, на что-то понажимало. Мой младший сын, так получилось, что он прочитал Марию Гриппе, книгу «Навозный жук летает в сумерках» раньше, чем я. Мы с ним ехали, я как сейчас помню, мы с ним ехали в Петербург в поезде, и он взял с собой книгу, ну и, понятно, делал телефон. Я ожидала, что в какой-то момент книга будет отложена, и остаток пути ребенок проведет сладострастно, играя в какие-то игры или тусуясь во Вконтакте. Вдруг внезапно все четыре часа, пока мы ехали в Сапсане, мой младший сын, он на тот момент был, наверное, лет 11, он просто без отрыва от производства читал эту книгу. Когда мы приехали, он мне очень строго сказал, что он хочет, чтобы я ее тоже прочла. И я прочла Марию Гриппе, а потом мы с ним вместе, отбирая друг у друга, читали следующую серию романов, которые «Тени на белой скамейке», «Дети теней», «Тетрология». Это прям очень классная шведская, ну, более-менее современная писательница, она 20 века, она умерла в начале 21 века. Вот, я очень вам ее советую, причем, мне кажется, это такая книга, которая действительно, ну, знаете, вот такие волшебные книги, которые нравятся детям. Мой умеренно читающий младший ребенок от нее абсолютно не мог оторваться. И в то же время это такая книга, которая понравится и взрослому читать. Так что такое в жизни моей было. Вопрос из чата. Планируете ли вы составить такую же книгу, таинственную карту для детей и подростков? Нет, не планирую их совершенно. На самом деле детская литература – это очень большое, совершенно другое пространство, в котором, ну, нельзя быть специалистом во всем. Вот я, например, знаю, что я ничего не понимаю в поэзии, я очень мало что понимаю в детской литературе. То есть я, конечно, что-то читаю, что-то знаю, но это совершенно не тот уровень компетенции, который бы позволил мне составлять какие-то там руководства, навигаторы, путеводители и так далее. То есть нет, определенно нет. Я в детской литературе, я такой, ну, не знаю, эрудированный середнячок, совершенно не эксперт. Ну, экспертов довольно много, в первую очередь, очень много прекрасных блогов, посвященных детской литературе. Так что есть, что называется, кого спросить, к кому обратиться. У нас есть очень молодой человек, интересный, который не раз уже задал вопрос. И дни нашей жизни, он говорит, пожалуйста, задать вопрос. Дни нашей жизни, Франко, удачный опыт? Знаете, мне очень понравилось. Я вот как раз, может быть, если вы читаете мои рецензии на «Медузе», у меня на прошлой неделе буквально вышла большая рецензия на этот роман, мне он показался удивительно живым, свежим, каким-то таким чистым, человеческим, вообще каким-то очень симпатичным и неожиданным для нашей литературы. Для тех, кто не читал эту книгу, скажу, что это фактически это мемуары подростка, который вырос в России, в крупном российском провинциальном городе, так похоже, что ли, Екатеринбург, то ли Новосибирск, а скорее Новосибирск, в гомосексуальной семье. У него умерли, он остался сиротой в три года, и его взял к себе жить дядя, брат его умершей матери. Оказалось, что дядя живёт не один, а со своим богом. И, соответственно, это ребёнок, который растёт в гомосексуальной семье в стране нашей, в которой, сами понимаете, как он относится к гомосексуальным семьям. И мне кажется, что, кроме того, что это ужасно мило, это вот такая очень милая человеческая книга о взрослении, о том, как вообще из мальчика получается юноша. Первая любовь. Девочка его бросила, обидела, буквально использовала и плюнула в душу. У него конфликты с одноклассниками, его папа один очень строгий, хочет всё время, чтобы он занимался физкультурой, зарядкой, чтобы режим дня и так далее. А второй папа такой подобрее, и получается такой у них вечно этот конфликт. Один говорит, режим им порядок, а другой говорит, давай пьём сыну чипсы. То есть абсолютно живая человеческая жизнь, которая показывает, что для очень многих людей жизнь в гомосексуальной семье кажется, что-то очень такое. А вот книга Микита Франко показывает, что да, обычная эта жизнь, точно такая же, как в любой нормальной, здоровой, любящей семье, со своими проблемами, со своими радостями. Мне показалось, мне, честно сказать, эта книга прилетела в руки пару месяцев, четыре назад, может, чуть больше. Мне её буквально в клюве принёс Леонид Парфён, который сказал, что, Галя, читайте, и вам понравится. Я прочитала, мне понравилось, а потом мы с Леонидом это обсудили, и он сказал, что это такие Денискины рассказы с элементами Альмадобра. Мне кажется, это очень точное описание. То есть называется, спасибо, что спросили, потому что это одна из сравнительно недавно описанных и обдуманных книг. И я думаю, что она вообще может понравиться большому количеству читателей. Смотрите, очень интересно. Вопросы ли вы сами будете с чата читать? Как вам удобнее? Давайте я, может быть, что-то, если я что-то пропущу, то вы обратите моё внимание. Хорошо? Чтобы никакой важный вопрос мы не пропустили. Майя Новак спрашивает, если бы была возможность взять всего одну книгу «На необитаемый остров». Это вечная такая ментальная конструкция, что бы мы делали, если бы. Ну, честно вам скажу, нет, я бы не взяла «На необитаемый остров» книгу современного автора, просто потому, что у меня есть такая книга, с которой я живу всю жизнь, и которая мой лучший друг и собеседник, с которой я возвращаюсь постоянно, и постоянно в ней что-то для себя открываю. Только не смейтесь, это книга русского писателя Владимира Галактионовича Короленко, которая называется «История моего современия». Это его мемуары. Кстати, их недавно переиздало издательство «Время» и оказало мне честь, позволив написать предисловие к этому переизданию. Вот. То есть для меня это такая, во-первых, очень комфортно толстая, во-вторых, она удивительно мудрая и утешительная, а в-третьих, сколько я её не читаю, и она всё равно не перестаёт открывать мне какие-то новые свои границы. Поэтому я точно знаю, что я бы взяла вот эту книгу. Это не потому, что я не люблю современную литературу и только вид дел. Нет. Я очень люблю современную литературу, но когда ты едешь на необитаемый остров, лучше взять с собой проверенного друга. Так. Про латынину ИСОС историческое расследование, честно, ничего не могу сказать, попыталась было это почитать, но как-то я, видимо, не целевая аудитория совсем. Честно сказать, знаете, вот не могу ответить на вопрос, зачем была написана эта книга. Впрочем, возможно, я не дочитала её до конца, поэтому моё суждение недостаточно фундированное и подготовленное. Спасибо большое. Вот Татья Гаврилова пишет, благодарит за рекомендации детских книг в программе Ивана Урганта. Спасибо вам большое, но хочу напомнить, что я действительно специалист средней руки, а я специалисты гораздо лучше. Бывало ли такое, что вы спустя время перечитали книгу и ваше мнение изменилось и рецензия уже написана? Конечно, такое бывает. Это совершенно нормальная практика. Если... Извините, на меня нападает комар. Так вот. Рецензия. Понимаете, в чём дело? Рецензия – это не такой какой-то окончательный приговор. Очень редко бывает, что книга мне сначала решительно не понравилась, а потом очень сильно понравилась. Иногда бывает, что книга со второго прочтения мне понравилась немного больше. Я в ней что-то новое для себя открыта. Иногда бывает наоборот, что что-то мне в ней понравилось меньше. Но такого, чтобы прям знак поменялся с плюса на минус, в общем, никогда не бывает. Рецензия, она существует в моменте. Это слепок моментального впечатления. Знаете, вот я, извините, я уже про это, по-моему, миллион раз всем рассказывала, просто у меня теперь есть такое... Я вот уже второй месяц я слушаю аудиоверсию Анны Кореи, к которой я не возвращалась. Последняя примерка. Понятно, что у меня не очень много времени на то, чтобы его слушать, поэтому у меня там еще восемь прекрасных часов впереди. То есть я еще далека от финала. Но я понимаю, что это вообще не та книга, которую я читала, когда я читала в прошлый раз. В прошлый раз я читала перед рождением второго ребенка, ну, то есть, допустим, лет 13 назад, 14, она очень изменилась. Изменилось и мое мнение. И вот какое мнение правильное, то, которое было тогда или то, которое сложилось сейчас. Я разговаривала об этом с Людмилой Улицкой, она сказала, что вот она прочитала Анну Кореевну, и это опять другая. Может быть, там, не знаю, ближе к 70, и опять ее перечитаю, и у меня появится еще одно мнение. То есть лицензия – это слепок твоего ощущения в какой-то конкретный момент времени. Это не то, что навсегда, и ты подписываешься кровью, что никогда больше не передумываешь. Нет, это некоторым образом фиксация твоего нынешнего мнения. Оно может поменяться. Но честно, вот мой опыт показывает, что очень редко бывает, что мнение меняется с плюса на минус или с минуса на плюс. Что бы я посоветовала? Значит, ну, во-первых, моя связь с Грузией довольно условная. Я жила в Грузии с 8 до 16 лет, и с тех пор просто часто туда приезжаю, там очень много наших семейных друзей, но я там не живу. И поэтому, ну, не то, чтобы я была прям большой-большой знаток. Что, мне кажется, можно сделать для начала ознакомления с культурой этой страны? Как это неудивительно, есть очень хорошая книга, которую написал английский филолог Дональд Рейфилд. Она выходила у нас на русском, наверное, в 2004. Это, фактически, это такая очень серьезная, очень вдумчивая история и культура Грузии. Вообще, Дональд Рейфилд потрясающий человек. Это тот самый Дональд Рейфилд, который написал знаменитую биографию Антона Павловича Чехова, очень скандальную этого типа. И он, мало того, что он прекрасно, как мы с вами, говорит по-русски и знает русскую культуру и литературу, я думаю, лучше, чем мы, он еще с таким очень шикарным пижонским произношением говорит по-грузински и знает грузинскую культуру лучше, чем многие грузины. И вот я, может быть, попробую оттолкнуться от его книги. Но вообще, конечно, как только откроются границы, Грузию надо просто поехать, в нее влюбиться, захотеть прочитать грузинских классиков в диапазоне от Шота Руставели до Ильи Чевчевадзе или Акакия Церетели. То есть это такой длинный процесс, который можно растягивать бесконечно. Но начать можно действительно, покуда реальные путешествия нам недоступны. Можно начать с книг Дональда Рейфилда про Грузию. Она хорошая, полезная, немножко такая скучноватая, но зато она вам создаст некоторую картину того, что это вообще за страна и что там за культура, история и так далее. Галина Леонина, у меня вопрос вот по книге. Для тех, кто еще не открывал ее, я думаю, что волнует многих читателей. Столкнутся ли они, читая обзор или критику новой для себя книги с тем, что сегодня называется спойлером? Вы знаете, наверняка кто-то столкнется, потому что вообще понятие спойлера, оно очень индивидуальное. Для кого-то сообщение, что в книге в конце все с героем будет ну и очень хорошо, это уже чудовищный спойлер. То есть просто все, можно вручную. А для кого-то ты, как мне, например, рассказываешь, кто убийца, и в детективе, в общем, норм, это не портит впечатление. То есть я должна сказать, вот я для себя определяю так. Я стараюсь никогда не писать в рецензии того, что лично мне самой могло бы испортить впечатление, удовольствие от чтения. То есть я стараюсь избегать спойлеров, но в том виде, в котором я эти спойлеры понимаю. Понятно? Еще раз повторюсь, что у всех спойлер разный. Кому-то одно спойлер, кому-то другое. Поэтому это вопрос вашего доверия, во-первых, мне. Верите ли вы, что я не сделаю вам плохо? Если вы сомневаетесь, то, конечно, вам можно быть, там следует быть осторожным. Еще раз, это не в смысле, что, ах, вы мне не доверяете, но просто действительно у всех разная граница спойлера. Это первое. Второе, это вопрос доверия себе. Насколько на вас давит чужой спойлер? Ну, то есть вот вам кто-то рассказал, что в конце все будет неплохо. Вы дочитываете, что-то вам кажется, что не очень хорошо. Знаете, извините, я далекусь на секунду. Мой младший ребенок прочитал вторую жизнь Увы Фредерика Бахмана раньше, чем я. Я говорю, ну что там, как все кончается? Он говорит, очень все хорошо. Кончилось, герой умер. Счастливый конец, он умер. Я думаю, господь, что несет моя крошка? Читаю, да, действительно, герой умер, и это хороший конец. Мне этот спойлер, а это ведь реальный спойлер, очень сильный, мне он удовольствие ни в коей мере не испортит. То есть, если вы опасаетесь, если у вас очень высокое чувство к спойлеру, если вы знаете хоть какую-то деталь сюжета, и вам уже дальше читать неинтересно, то тогда будьте аккуратны, что называется beware. Если вы скорее как я, и вам не так важно какие-то вот эти детали, они вам не испортят впечатление, то расслабьтесь и читайте. Еще вам звонят. Ага, конечно. Я просто вижу симпатичный вопрос. Галина Леонидовна, кто вы, как литературная героиня или герой? Да, интересный вопрос очень. Вы знаете, я думаю, что из всех литературных героев я как-то теснее всего себя всегда ассоциировала с героиней книги Элис Монро, таким себя воображаешь. Там история отношений такой матери и дочери. Ну, матери, приемной матери и ее дочери. История очень таких каких-то напряженных эмоциональных отношений. И, собственно, это история девочки, которая хочет чуть больше, чем хочет ее окружение. Которая стоит в таком окружении, которое немножко мне поддавит. Я не могу сказать, что это когда-либо сильно давило мое окружение. Но вот как психологический образ вот этой розы, главной героини этого сборника рассказов, вот такой роман рассказ. Мне вот это Роуз всегда кажется самым каким-то адекватным и близким героем. Не могу сказать, что это прям вот я, мадам Баварри, это я, не знаю, нет. Но я очень-очень ее эмоционально чувствую. Вот это для меня очень близкий персонаж, который мне легко ее на себя надеть. Вот. Можно вопрос? Конечно. Расскажите, пожалуйста, как вы структурировали разделы в книге? Потому что есть, которые, понятно, разделы, а не есть такие вот, которые, например, серьезно, надолго о себе и других. Расскажите, пожалуйста. Ну, смотрите, я, вот позволю себе маленькое лирическое отступление, я в прошлом году была в Норвегии, меня привели на дискурсию в библиотеку, и в этой библиотеке все книги были, библиотека подростковых, и там все книги были расставлены не так, как мы бы ожидали, не по жанрам, а, например, там, типа, чтобы поплакать, чтобы посмеяться, чтобы задуматься и так далее. И понятно, что там, где поплакать, могло быть в том числе и, не знаю, не обязательно мелодрама, а еще вполне возможно, детектив с плохим концом и так далее. Словом, я пыталась, я пыталась сделать свою книгу удобной для читателей. Раздел всерьез и надолго – это те книги, которые мне кажутся претендентами не то чтобы на бессмертие, но на долгую жизнь. То есть это такие книги, которые написаны с большим замахом, с большой авторской амбицией, с желанием сказать что-то серьезное. То есть понятно, что здесь очень большой разброс и авторов, и темы всего на свете. Но это книги, у которых объединяет вот эта общая интенция говорить о серьезном, трогать читателя за какие-то его нежные части души. А, скажем, о себе и о других – это понятно, это автобиография и биография. Потому что на самом деле человек, когда он говорит о ком-то другом, он говорит примерно… Ну, когда человек начинает… Нет, не так. Когда человек начинает говорить о себе, он на самом деле говорит очень похоже на то, как он говорит о другом. То есть когда мы рассказываем свою биографию, мы все равно ее конструируем так же, как мы конструируем чью-то биографию. Поэтому биография и автобиография, они, конечно, для меня в моем каком-то персональном мире они очень близко друг к другу живут. Вот. я разбираю… Там есть какие-то более понятные деления, фантастика. Но фантастика – это такое широкое понятие, в которое входит все, что угодно. В диапазоне какой-то такой тривиальный, не знаю, вторичный фэнтези про эльфов и заканчивая очень интересными процессами, исканиями, типа, не знаю, недавно какого-нибудь гнома, Ника Харфуэя. То есть очень большой жанр. Понятно, что объединяя, складывая все рецензии на фантастику в одну корзинку, я некоторым образом насилую реальность, но тем не менее, по крайней мере, читатель понимает, что если он совсем-совсем не любит ничего, имеющего в себе фантастическое допущение, то этот раздел можно пролистать. То есть, коротко говоря, я сочетала такой традиционный принцип жанрового членения с менее традиционным членением по каким-то авторским или читательским запросам. Был, кстати, вопрос в чате, а будет ли аудиоверсия? Да, аудиоверсия обязательно будет. Мы вот просто проблема со стороны в том, что до недавнего времени невозможно было начать запись на студии, но я надеюсь, что в течение ближайшего месяца мы как минимум начнем запись. Вы сами будете читать? Да, я сама буду читать, я всегда сама читаю свои книги, мне кажется, что они нуждаются именно в моем голосе, они как-то, поскольку они все очень интонационно мои, я понимаю, что другой человек другой человек как-то начинает читать, он прочитает их как-то неправильно. Двигаемся дальше, вопросы из чата и напоминаем, что за лучший вопрос кто-то из вас получит книгу в подарок от издательства АСТ и Галины Язефовича. А как молодым обозревателям книг зарабатывать репутацию читателя? Ну, смотрите, нужно много читать, сейчас я буду капитан очевидности немножко, простите, нужно много читать и нужно много и ярко писать. Ярко – это даже не обязательно означает как-то прям очень глубоко, это значит с очень узнаваемой яркой интонацией. То есть вас должны научиться отличать. Вот, скажем, есть такой блог, который ведет Женя Лисицын, она сейчас замкнула в Телеграме, сейчас я его вспомню, как он называется, «Зеленый ламп», «Грин лампукс». Вот. У Жени очень особенный, ни на что не похожий стиль. У нее такая интонация, что читатель ее узнает абсолютно в любом виде. Или, скажем, та же самая моя коллега и дорогая подруга Настя Завозов. У нее очень яркий индивидуальный стиль, ее текст ни с чем не спутаешь. То есть мне кажется, что вот успех молодого начинающего обозревателя книг это, в первую очередь, трудолюбие, много читать и быть готовым об этом писать. А второе, это способность выработать, создать и поддерживать собственный вот этот индивидуальный узнаваемый стиль. Просто милые, гладкие тексты без какого-то какой-то изюминки, без чего-то особенного, они не работают. Поэтому вот мне кажется, самое главное это поймать вот эту вот свою интонацию, которая вас отличит от десятков и сотен ваших коллег и конкурентов. Как я отношусь к Валентину Пикулю? Да вы знаете, честно сказать, практически никак не отношусь. Дело в том, что я читала очень мало, мне показалось, я читала только исторические его книги, которые нравились моей бабушке, и признаться, нахожу их довольно никакими. А говорят, у него есть какие-то более серьезные книги, которые вполне себе проходят по ведомству литературы, вот их я, к сожалению, не читала, и поэтому просто ничего не могу сказать, увы. Так, листаем дальше. Можно ли пригласить меня на кофе и поговорить о литературе? Нет, вы знаете, к сожалению, нет, я вообще немножко бука, с малознакомыми людьми пугаюсь, зажимаюсь и прижимаю ушки и не очень люблю общаться. Но у нас, я надеюсь, где-нибудь к сентябрю, если коронавирус будет окончательно побежден, я надеюсь, что мы возобновим хотя бы с какой-то периодичностью традицию замечательных книжных фуршетов, которые мы проводим время от времени в кафе кофе пью и читаю вместе с моей подругой Настей Мещеряковой, которая хозяйка кафе. У нее там есть маленький нано-магазинчик книг, составленных по моим рекомендациям, и мы там где-то раз в пару-тройку месяцев встречаемся, пьем кофе, болтаем, обнимаемся большой толпой вместе и под. Как душевно. Да, это ужасно трогательное мероприятие, мы давно его не проводили сначала, потому что я была очень перегружена, а потом я уже очень хотела провести хоть что-нибудь, но мы все сидели в заперти по домам. Пока что, я думаю, мы тоже не раскочегаемся, потому что все-таки опасность заразиться, и главное, заразить, она сохраняется, но я надеюсь, что сентябрь-октябрь это наш шанс, и тогда я обязательно напишу об этом у себя в Фейсбуке, в Инстаграме, и мы сможем все встретиться, выпить кофе и взрывать. Я вопрос по книге хочу задать. Давайте мы будем чередоваться, потому что там ведь и общие есть вопросы, и очень хочется по книге задать. Вот ваши книги вы смексовали как зарубежных авторов, так и российских авторов. Как вы оцениваете проникновение современных российских авторов в мировую литературу с точки зрения тем? Ну, поднимаемых тем? Практически никак. Нету никакого проникновения. Российская литература на международном рынке сейчас не очень востребована. Современная российская литература, классика, конечно, востребована всегда, и каждый год выходят повторные переводы, и это абсолютно такая универсальная вещь. В целом, русскую литературу современную за рубежом знают гораздо хуже и меньше, чем лично мне бы хотелось. связано это с несколькими причинами. Во-первых, все-таки нужно признать честно, что современная русская литература немножко зациклена на внутренних проблемах. Поэтому, ну, не знаю, скажу, какой иностранец сможет прочитать роман Шамиля Идиатулина «Бывшая Ленина», в котором речь идет о борьбе с мусорной свалкой в одном русском провинциальном городе. Ну, то есть, понятно, что эта тема настолько не всеобщая, настолько не универсальная, что и очень сложно каким-то способом протащить на международный рынок. Она ориентирована на русского читателя. Вот. Вторая причина, кроме, значит, первая, это то, что у нас тематизм такой очень специфический, очень локальный. Вторая причина состоит в том, что Россия, сама Россия, как государство, как страна, как культура, она сейчас на международном рынке, будем, посмотрим правды в глаза, не очень популярна. Мы такой плохой парень. Сейчас неважно, насколько это соответствует действительности, это так воспринимается. И, понимаете, я вот довольно часто езжу на международные книжные ярмарки, каждый раз, почему-то вместо того, чтобы поговорить про современную литературу, я должна оправдываться закрыт. Как будто лично я его аннексировала. То есть у современной России не очень хорошая имя международная аренда. И это очень досадным образом ударяет по восприятию российской современной литературы. Ну, то есть вот это вот двоякое сочетание того, что наши книги рассчитаны все-таки, в первую очередь, на русского читателя. А во-вторых, даже то, что могло бы хорошо существовать, восприниматься за рубежом, несет на себе печать, что мы плохо боремся с авторитарным режимом, это действительно мешает русской литературе к моему колоссальному сожалению. Спасибо огромное за ответ. У нас осталось не так много времени. Наверное, еще пять минут, да? Да, примерно так. Давайте тогда я отвечу еще, наверное, на один вопрос, и потом мы выберем победителя. Хорошо? Давайте. Курсу Атеона спрашивает, всегда ли читатель ищет в книгах связь со своей жизнью пережитыми эмоциями. К моему огромному сожалению, в последнее время да. Вообще, мне кажется, литература это такой тренажер для того, чтобы находить что-то близкое в том, что на тебя не похоже. Мне приятно думать, что, например, никто из нас не похож на Свидригайлову. Но мы же все сочувствуемся Свидригайлову. Мы же все понимаем, что да, он другой, но мы чувствуем с ним какое-то духовное родство. Мы его эмоционально на себя можем приметь. Сегодня есть вот эта тенденция, когда читатель хочет читать, грубо говоря, только про себя. Женщины, хотя должны якобы читать только про женщин, детям должны читать про детей, черные должны читать про черных, белые должны читать про белых, а иначе мы ничего не поймем. Главное, никто не хочет читать, не знаю, классику, потому что там что-то непонятное. И люди как-то одеты не так, проблемы у них не идти. Вот не так давно я читала колонку, в которой один американский школьный учитель говорил, что он отказывается читать со своими школьниками алую букву Натаниэла Готтана, потому что там у нее школьники напополам белые и не белые, а те, которые не белые, они мне интересны. Это роман, в котором нет ни одного афроамериканца или латиноамериканца или азиана. И понятно, что это довольно плохая тенденция. Мне кажется, что, отвечая на ваш вопрос, да, сейчас это в значительной степени так, нет, мне не кажется, что это хорошо и правильно, и мне кажется, было бы гораздо разумнее, целесообразнее, если читатель пытался чужой опыт подвинуть к своему, а не требовать, чтобы он изначально максимально легко и удобно надевался на тебя. О, книга про брюнетов, наверное, это мне надо. А вот книга про блондинок нет, это я уже, пожалуй, откажусь. Мне кажется, что это плохой подход, но сейчас к моему большому огорчению он действительно торжествует. Галина Леонидовна, что мы выберем, какого человека, который ответил, ой, точнее говоря, задал вопрос? Вы знаете, я, наверное, хотела бы поблагодарить книгой человека, который спросил про то, были ли какие-то книги, которые мне открыли мои идеи. Мне кажется, это очень хороший вопрос. Диль, вы же потом найдете автора, да? А можно я попрошу, чтобы сейчас тот, кто выиграл, написал нам сейчас сообщение, что я победитель. Да, напишите нам, пожалуйста. Спасибо вам огромное за этот вопрос. Мне он показался очень, во-первых, очень трогательным и милым, а во-вторых, он заставил меня задуматься о том, о чем я раньше не думала. Я вообще очень люблю, когда меня спрашивают про что-нибудь такое, про что я раньше... Да, про что я никогда раньше не задумалась. Парасенко и Юля. Парасенко и Юля. Да, Парасенко и Юля. Юля, спасибо вам большое. Это был, правда, чудесный вопрос. Меня его раньше никогда не задавали, и мне было приятно вспомнить о том, что вот было и такое в моей жизни. Я хочу Юлю попросить написать нам потом в директ, и я расскажу далее, как мы подарим вам книгу. Юлечка, ждем сообщения. Юля, а я со своей стороны хочу вам пообещать, что как только у нас будет такой шанс, вы можете где-нибудь меня поймать и сказать, что это вы, и я вам с радостью эту книгу подпишу. Потому что, к сожалению, пока что у нас все автографы, они такие немножко виртуальные, но тем не менее я надеюсь, что у нас будет транс превратить виртуальный автограф в реальный. Благодарим. Вот ваша новая книга называется «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг». Как быстро, по вашему мнению, устаревают книги и требуется новый путеводитель? Ну, они вообще никогда не устаревают. Путеводитель, он же, наверное, не полный, не окончательный. То есть, я уже выпускала похожую книгу, она называется «Удивительные приключения рыбы Лоцмана», в которой тоже предпринята некоторая попытка описать какие-то новые, занятные, заметные, интересные книги, появившиеся сравнительно недавно. То есть, мне кажется, они не устаревают, их просто можно так ставить в рядок. И чем больше книг выйдет, и чем больше такого рода книг вы соберёте у себя, тем как-то у вас будет более широко представлен мир современного чтения. А устаревать? Да нет, конечно. Что, собственно, что-то, не знаю, лавр что, устарел, что ли? Десять лет прошло. Нет, как новенький. Отлично. Ну и последний вопрос, традиционный, наверное. Какие творческие планы на ближайшее время? Ой, на ближайшее время творческие планы у меня их безумно много. Ну, во-первых, нам, мы надеемся, что мы в ближайшее время начнём записывать летний сезон книжного подкаста «Книжный базар». Летний сезон у нас будет как и в прошлом году с Антоном Долиным. Осенью мы вернёмся, я надеюсь, с Настей Завозовой. Всё тоже требует работы и подготовки. Кроме того, я думаю ещё над большим персональным проектом в Тьюбе. Пока рано говорить, но как только так, сразу я вам всё расскажу. Вот. Что называется, ещё новых книг я пока вряд ли напишу много, но у меня есть некоторые задумки и идеи. Может быть, когда кончится коронавирус, начнётся нормальная жизнь, дети уйдут в школу и перестанут с утра до ночи есть дома, в этот момент, возможно, я начну писать что-нибудь новое. Огромное спасибо, Галина, для 1-2. Вам спасибо. Очень приятная встреча, полезная, главное. Дорогие друзья, ещё раз напоминаю, что с 15% скидкой, если вы зайдёте к нам в аккаунт, зайдёте в сторис, у нас есть там прям пост целый, свайп идти вверх и приходите в интернет-магазин, там сможете приобрести книгу. Она достаточно бюджетная, можно её позволить, мне кажется, каждому, зато это так полезно, это настоящий путеводитель в мир прекрасных книг, которые вы, возможно, летом прочитаете благодаря Галинию Юзифовичу. Спасибо вам огромное, спасибо, Диля, спасибо большое моему этому книгу, с нетерпением жду, когда же наконец наступит тот день, когда я смогу опять к вам прийти и щупать книги руками. Очень скучаю по этому времени. Очень. Ну, если есть желание, уже сейчас можно прийти, мы открыты, поэтому добро пожаловать, будем ждать вас. Спасибо, я ещё чуть-чуть подожду, а потом не выдержу и приду. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания, до новых встреч.